С вами канал Учебник Слух. География, 6 класс. Тема урока – Вода в атмосфере. В самом начале рассказа об атмосфере уже говорилось о том, что в состав воздуха входит водяной пар. Он действительно есть в воздухе. Разве может его не быть? Вот прошел дождь. Оставшиеся после него лужи куда-то исчезают. С утра мы поливаем грядки, а к вечеру они уже сухие. Что происходит с этой водой? Она испаряется, то есть превращается в пар. Она не исчезла, а стала частью воздуха. Мы ее уже не видим, но она есть. Кстати, если дождя не было и мы забыли полить помидоры, то все равно испаряться есть чему. Испарение идет с поверхности водоемов, с листьев растений и так далее. Так что водяной пар присутствует в воздухе всегда. Другое дело, что водяного пара в воздухе может быть много или мало. Воздух бывает влажным или сухим. Давайте запомним. Водяной пар – это не мельчайшие капельки воды, а ее молекулы. То есть, водяной пар – это газ. Знаете, что самое приятное в теме атмосфера? В ней все взаимосвязано. Вот мы говорили о том, что атмосферное давление зависит от температуры воздуха. Ветер, в свою очередь, зависит от давления. Следовательно, ветер зависит от температуры. Ведь так? Теперь рассмотрим зависимость влажности воздуха от температуры. В какое время суток, как правило, возникает туман? Вечером или рано утром. Если он появился утром, то что с ним происходит днем? Он буквально на глазах улетучивается, рассеивается. Почему происходит именно так? Посмотрим на процесс глазами географа. Под утро поверхность земли сильно охлаждается. Остывает и воздух на ней. При остывании воздух, как и другие вещества, сжимается. Молекулам водяного пара становится тесно. Они сближаются все сильнее и сильнее. Наконец, они начинают сталкиваться друг с другом и образуют мельчайшие капельки. Они так малы, эти капельки, что каждую в отдельности мы не можем видеть, но вместе они образуют туман. Когда водяной пар становится виден, это уже не водяной пар. Это мелкие капельки воды. Процесс превращения водяного пара в капельки воды называется конденсацией. В переводе это слово означает сгущение. Существует абсолютная влажность – это максимально возможное содержание влаги в атмосфере при данной температуре. И относительная влажность – фактическое содержание влаги в атмосфере. В прогнозе погоды мы слышим значение относительной влажности, которое измеряется в 20%. Давайте запомним. Конденсация – это превращение водяного пара в капельное, то есть жидкое состояние. Конденсация происходит при охлаждении воздуха. Потом встает солнце, земля нагревается, от нее нагревается воздух, а мельчайшие капельки воды, из которых состоял туман, испаяются и снова превращаются в водяной пар, и туман довольно быстро исчезает. Подведем итог. Холодный воздух более плотный. Это значит, что в нем места для водяного пара осталось немного. В теплом же воздухе молекулам водяного пара просторно, потому что теплый летний воздух может вместить больше водяного пара, чем холодный осенний. Поэтому теплый воздух обычно бывает более влажным, чем холодный. Давайте запомним. Холодный воздух, как правило, содержит меньше водяного пара, чем теплый. Поскольку влажность воздуха зависит от температуры воздуха, то можно сформулировать главную закономерность распределения влаги на поверхности Земли. Самые влажные районы планеты расположены на экваторе, где высоки температуры воздуха. А в районе полюсов воздух очень сухой. В тропической зоне тоже существуют исключительно сухие места. Причину их возникновения мы будем изучать в седьмом классе. Можно назвать и еще одну закономерность. Воздух над океанами всегда более влажный, чем воздух над материками, поскольку с поверхности океанов испаряется больше воды. Давайте запомним. Воздух над экватором и над океанами всегда более влажный, чем воздух над полюсами и материками. До этого мы говорили только о тумане. Но и облака возникают почти так же. Единственная разница состоит в том, что возникновение облаков связано не с утренним или вечерним охлаждением воздуха. Если воздух поднимается вверх, то он остывает. Вы ведь помните, что с высотой температура понижается. А насколько понижается, помните? Правильно, на 6 градусов на каждый километр подъема. Воздух поднимается, охлаждается, содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется и возникают облака. Существует много видов облаков, которые отличаются по внешнему виду и по высоте, на которой они образуются. Основными видами облаков являются слоистые, кучевые, перистые. Но при конденсации водяного пара возникают не только туманы и облака. Давайте запомним. Облако – это скопление мелких капель воды или кристалликов льда в атмосфере. Что такое атмосферные осадки, конечно, знает любой человек. Ведь наверняка каждый не раз в своей жизни мог под дождем или наблюдал снегопад. Поэтому сразу начнем с определения, которое нужно запомнить. Атмосферными осадками называется вода, выпадающая из воздуха или из облаков на землю в жидком или твердом состоянии. Как связаны осадки и конденсация? Очень просто. Конденсация происходит потому, что при охлаждении воздух становится плотнее и молекулы водяного пара образуют капли. Капли, из которых состоят облака и туман, очень мелкие. Их диаметр не превышает 0,01 мм. Но процесс охлаждения может продолжаться и дальше. Воздух становится плотнее и в результате этим мелким каплям становится тесно. Они образуют более крупные капли, которые и называются дождевыми. Их диаметр уже не меньше 0,5 мм, а может достигать и 5 мм. Облака как бы набухают водой. Они уже не белые, а темно-серые. Такие облака называются дождевыми. Капли, которые содержатся в таких облаках, слишком тяжелы для того, чтобы находиться в воздухе, подобно каплям тумана. И они падают вниз, образуя осадки. Так возникают жидкие атмосферные осадки, то есть дожди. Дожди могут быть разными. Например, ливень – это сильный, как правило, кратковременный дождь. Морось – не сильный, мелкий, долгий дождь, при котором кажется, что капли не падают, а просто висят в воздухе. Если облака образовались на большой высоте, где низкие температуры, то возможно выпадение града. Зимой выпадает другой вид атмосферных осадков – снег. Возникает он в облаках, которые в это время года состоят совсем не из капель, а из крошечных ледяных кристалликов. Они имеют форму иголочек и снежинок. Снежинки очень красивы, их форма никогда не повторяется. Но у всех снежинок есть общая черта. У них обязательно по 6 лучей. Почему именно так? Это не так легко объяснить. Можно лишь сказать, что это связано со свойствами кристаллов льда. Отдельные снежинки могут слепаться, и тогда на поверхность земли падают хлопья снега, размеры которых достигают 1-2 см. На метеорологических станциях ведутся наблюдения за количеством осадков. Для этой цели служит специальный прибор – осадкомер. С его помощью определяют суточное количество осадков. Если выпадают твердые осадки, то для оценки их количества снег сначала нужно растопить. Давайте запомним. На основании наблюдений за количеством осадков определяют суточное, месячное и годовое количество осадков. Рассчитывают также средние многолетние количество осадков, на основании которых строят специальные диаграммы, показывающие режим выпадения осадков. Все ли осадки непременно выпадают из облаков? Нет, не все. Есть осадки, которые образуются при соприкосновении влажного воздуха с охлажденными поверхностями. Такими поверхностями могут быть земля, стены домов, трава, деревья, провода. В этом случае возникают такие виды атмосферных осадков, как роса и иний. Летней ночью капельки воды покрывают растения и другие предметы на поверхности земли. Они и называются росой. Возникает роса из-за быстрого охлаждения земной поверхности после захода солнца. Воздух соприкасается с этой холодной поверхностью и остывает сам. Что происходит дальше? Очевидна конденсация водяного пара и образование капелек воды. Роса обычно возникает вечером, держится всю ночь, а с восходом солнце испаряется. Если же ночью рассматриваемые поверхности охлаждаются до температуры ниже нуля, то на них появляется иний. В сущности, иний – это роса, возникающая в холодное время года. Давайте запомним. К атмосферным осадкам, выпадающим из облаков, относятся дождь, град, снег. А к осадкам, выпадающим из воздуха, роса и иний. Повторим главное. В состав воздуха входит водяной пар – молекулы воды, находящиеся в газообразном состоянии. Теплый воздух способен удержать гораздо больше водяного пара, чем холодный. Поэтому воздух над экватором и над океанами всегда более влажный, чем воздух над полюсами и материками. При охлаждении воздуха происходит конденсация. В результате конденсации возникают туман, облака и атмосферные осадки. Осадками называется вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из воздуха или из облаков на землю.